Прислушиваться к себе – это навык, и мы должны признать, что особенностью готовности услышать себя – открытость к тому, что мы не знаем, что именно мы услышим. Часто мы пытаемся предугадать, что же мы услышим. Мы пытаемся найти ответы, как изменить ситуацию, какие шаги предпринять, как быть проактивным, что я могу сделать, чтобы улучшить себя и свои навыки. И эти ответы тоже важны, но вначале надо услышать то, что хочет быть высказанным, хочет быть услышанным. Для того, чтобы это произошло, нужно время. Не ждите, что понимание придет за вечер. Это возможно, но, вероятнее всего, на это потребуется гораздо больше времени. Иногда этому нужно уделить дни, иногда недели, или даже месяцы, если понадобится. У нас есть естественная склонность пытаться узнать и понять все прямо сейчас. Я знаю, что первая мысль, которая приходит в голову в кризисе каждому из нас – как мне выбраться из этой ситуации? А как насчет расслабиться и попробовать нащупать в себе ощущение спокойствия от мысли «я не знаю, как именно я смогу из нее выбраться?» Все, что мне нужно знать, что я СМОГУ. Это все. Все, что мне нужно знать. Достаточно иметь веру и убежденность, что я смогу из этого выбраться. Но как? Как можно убежденно верить в то, что ты сможешь выбраться из этой ситуации, если на самом деле не уверен, что сможешь из нее выбраться? Эта вера и убежденность появляются из сочетания двух вещей. Во-первых, вашей памяти о том, что происходило в предыдущие кризисы. Справились ли вы с ними? Да, справились. Был ли в вашем прошлом кризис, с которым вы не справились? Нет. Вы справились со всеми. Почему в этот раз все должно быть иначе? Конечно, вы справитесь и с этим кризисом. Поэтому у вас и появляется вера и убежденность, что вы сможете справиться и с этим кризисом. Во-вторых, вы можете быть полны веры и убежденности, потому что у вас есть система управления силой разума. И мысли – это реально действующие силы. И мы соединены с энергетической паутиной всей реальности. Это позволяет нашим мыслям, нашим убеждениям влиять на нашу реальность. Поэтому мы знаем, что произойдет, если мы будем практиковать наши привычки, ведущие к формированию навыка управления силой разума, выполнять практики в рамках этого курса. Но многие не выполняют их в полном объеме. Парадоксально, что именно в кризис, когда они нужны больше всего, мы порой их не делаем. Что ж, вам предоставляется прекрасная возможность снова начать выполнять эти практики. А начать вам стоит с формирования убеждений, потому что убеждения представляют собой вибрацию энергии. Именно поэтому я поделился с вами техникой, позволяющей контролировать личную историю. Вы уже поняли, надеюсь, что это одна из новых техник управления силой разума. Именно так, это техника по управлению силой разума. Возьмите под контроль историю, которую ваш разум рассказывает вам. Что значит взять ее под контроль? Это начать рассказывать историю о том, как я пройду этот кризис и стану лучше. Я стану сильнее, я буду улучшать то, что я вижу вокруг себя, я буду замечать новые возможности, которые будут проявляться в моей жизни. Вот она, новая история. И если вы будете пересказывать ее себе снова и снова, вы начнете в нее верить. И когда вы в нее поверите, она попадет напрямую в ваше подсознание. И оттого оно станет вашим лучшим помощником, ведь в нем содержатся озарения, ответы и все то, что нам понадобится, откроется именно в тот момент, когда это будет наиболее уместно. Нужно просто быть готовым, быть внимательным, слушать с любопытством, с предвкушением, но не пытайтесь прилагать усилия. Позвольте этому знанию прийти небольшими частями. И тогда вы начнете видеть происходящее все яснее и яснее. Не ждите, что вы увидите сразу всю картину, но вы начнете видеть сначала одно, потом другое, и по мере того, как вы будете замечать изменения в себе, может быть, вы скажете сами себе, а правда, ведь я реально могу стать лучше, чем раньше. И если можете, начинайте сейчас, начинайте немедленно. Что бы вы ни думали, сейчас это самое лучшее время для того, чтобы стать лучше. Или, возможно, вы скажете себе, я могу использовать это время для того, чтобы отдохнуть, я же жаловался, что слишком много работал, я жаловался, что я перегружен на работе. Ну что ж, пришло время развлечений. На самом деле, я хотел бы обратить на это ваше особое внимание. Обязательно наполняйте вашу жизнь радостью и развлечениями. Когда вы полны радости, это дает вам огромное количество энергии. Но, Джон, разве можно радоваться, когда я в кризисе? Не просто можно. Вы должны радоваться. Это ваша практика. Радуйтесь каждому дню. Будьте благодарны своей жизни. Прислушаться – это значит уметь слышать то, что обращено к вам. И верить, что жизнь проведет вас по правильному пути, даст возможность сделать правильные вещи в правильное время, и вы сможете достойно выйти из этого кризиса. И тогда, через пять лет… Это мое предсказание. Как Ностракехо вам говорю, а это почти Нострадамус. Как Ностракехо предсказываю вам, что если вы будете буквально следовать этим практикам и этой стратегии, следовать именно так, как я вам о них рассказываю, и вы будете выполнять упражнения моего курса по управлению силой разума, я могу предсказать, что через пять лет вы оглянетесь на текущий момент и скажете, это было время величайших возможностей, и это был лучший подарок, который я только получал.